МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бегового клуба РАН ДНС РАН и спортивный директор ГАЛАКСИ Владивосток Марафон. И Александрина Кучина, продюсер ГАЛАКСИ Владивосток Марафон. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Ну, начнем немножко с истории. Уже в этом году юбилейный, можно сказать, марафон, 5 лет. Расскажите немного об истории марафона, как все начиналось. История марафона началась даже 7 лет назад. Наш основатель бегового клуба Константин Богданенко пробежал свой первый марафон в Европе. Ему очень понравилось. И он подумал, почему же у нас нет в Владивостоке, в нашем городе таких мероприятий. С этого все и началось. И чтобы сделать мероприятие, нужно подготовить сообщество. Так у нас организовался беговой клуб. Сообщество росло. И все-таки любителям бега нужно не только просто бегать, а бегать где-то. И поэтому вот у нас в 2015-м стоялся первый полумарафон. В 2016-м уже был первый марафон полноценный. И, соответственно, сегодня, ой, 25-го, точнее, не сегодня, уже на 25-го, мы будем проводить пятый юбилейный наш марафон. Что отличает Galaxy Владивосток марафон от других забегов на Дальнем Востоке? Наш марафон, во-первых, международный. Во-вторых, сертифицированный АИМС. Это Международная ассоциация международных марафонов. Мы находимся как раз-таки на такой интерактивной карте всех марафонов мира. Наш марафон квалифицированный. На нем можно заработать баллы. То есть, когда бегун зарабатывает баллы, он может участвовать потом в марафоне мейджоры. Это Нью-Йоркский, Бостонский. Поэтому наш марафон, он такой на Дальнем Востоке, единственный без ложной скромности. Вы затронули географию, поэтому в этом смысле актуально немножко поговорить о том, какие страны будут принимать участие, потому что всем известно, что границы сейчас открыты не для всех. Немножко об этом расскажите. Да, конечно, если говорить про наш четвертый марафон 2019 года, то у нас было 26 стран-участниц, около 4000 человек. А иностранцы составляли около 20% участников. Это было очень-очень круто. Это все, к чему мы шли все эти годы. Ради чего все это создавалось? Международное событие, международная арена, спортивный туризм. 2020 год, конечно, дал совсем нелегко. Мы наши события переносили на этот год. И в этом году у нас, что очень удивительно и приятно, уже 10 стран-участниц. Это Великобритания, Канада, Нидерланды, Польша, Корея, Таиланд, Швейцария, Япония, Германия и Чехия. И мы 11 страна, Россия. Конечно, процентное соотношение иностранцев намного меньше, но тем не менее мы видим, что границы для таких... Для участников, которые хотят поучаствовать в нашем марафоне, границы... Не существует границ, да. И они нас посетят, и мы очень-очень ждем. Конечно, до конца мы не знаем, как они к нам смогут прилететь. Например, у нас есть участники из Германии, там уже куплены билеты и сданы тесты. По остальным участникам, конечно, мы всех ждем. Девочки, может, какая-то страна впервые принимает участие? Нет такой информации? Вы знаете, по-моему, мне кажется, вот... Все уже принимали. Все принимали, да, все уже принимали. Все уже едут, знают, куда едут, да. Ну да, нет, возможно, конечно же, это новые люди. Конечно же, допустим, вот из Германии команда очень интересных людей. Все они бывшие олимпийские спортсмены. Это команда 60+. Они были несколько лет назад с туристами, с нами познакомились. И вот у них будет тур по России и заключительный в Владивостоке, где они пробегут марафон и также изведают еще наши прекрасные края нашего простора. Вообще, примерно уже подсчитывали, сколько, вы думаете, будет участников в этом году в марафоне? Ну, наверное, будет около трех тысяч. Я думаю, что будет такое количество, потому что с учетом того, что не будет большого количества иностранцев, наверное, на таком количестве, я думаю, мы и остановимся. Вообще, конечно, пандемия, она сыграла немного, наверное, и хорошую роль в том плане, что начал развиваться внутренний туризм. У нас всегда было очень много регионов, участников России, но с нашими марафонами 2021 года география России начала расширяться. Ну, и тем более, наверное, сыграло то, что отменены многие мероприятия в многих городах. И все-таки целый Хабаровск к нам, допустим, выкупает практически поезда, и вот все к нам едут. Ну, мы уже поняли, что для того, кто хочет пробежать в марафоне, нет границ. Ну, а вообще-то какие-то сложности были в организации марафона в связи с пандемией или вообще? Конечно, вообще, организационный процесс марафона – это очень сложный процесс. Он, казалось бы, уже пятый, все должно быть там легко, но нет, каждый год он дает свои какие-то сюрпризы. Здесь тем более после пандемии, тем более, что у нас прошлый год был перенесен. Все, так скажем, где-то люди поменялись, где-то кто-то что-то подзабыл. Ну, и все это вообще заново. Поэтому организационный момент того, что мы перекрываем город, того, что мы все согласовываем, вот эта вот документационная история, она довольно сложная. Вот, вы сказали, перекрываем город. Ну-ка, расскажите нам теперь о маршруте. Какой будет маршрут? Так как у нас маршрут, у нас пять стартов, они расположены в разных местах. То есть 42 километра стартует с острова Русский. Они выбегают из кольца, где тупик, бегут до конца асфальтовой дороги, разворачиваются, забегают на океанариум и потом по двум мостам в центр. 21 километра стартует также на острове Русский, недалеко от поворота на океанариум и сразу берут в центр. Десятка стартует у нас с катерной, 5 километров с Чуркина, где зеленый остров. И детские паралимпийская дистанции, один километр у нас стартуют с финиша, бегут 500 метров, разворачиваются и финишируют. Вот, так как у нас разные локации старта, довольно, да, непросто их, во-первых, организовать, во-вторых, перекрытие дороги, да, но мы очень жестко входим в тайминги, мы с согласованием нашего края, города, ГИБДД, вот, 5,5 часов у нас на марафон, в принципе, на проведение, и будет веерное открытие. То есть мы просчитали время быстрого бегуна, медленного, и за самым, ну, то есть последним бегуном мы открываем, открываем, открываем движение. То есть, вот, всех будем оповещать, поэтому, пожалуйста, 25 сентября информация на нашем сайте galaxymarathon.com уже присутствует о перекрытии, пожалуйста, ее всем рекомендую изучить и не беспокоиться о том, что город будет... Также в соцсети мы все оповестим, и радио о том, что и как будет проходить перекрытие. Если говорить про как раз-таки сложности с пандемией, да, это очень важный вопрос, который все задают. В том году мы, конечно, приняли нелегкое решение, приняли мы его в начале августа, то, что мы переносим события, так как мы не понимали, что будет и как будет. То в этом году мы тоже... нам нужно было время, что принять решение, делать ли. И мы поняли, что в этом году мы готовы провести мероприятие, потому что 5-й юбилейный galaxymarathon, его очень сильно ждут. В том году участники... им дана была возможность вернуть билеты до определенной даты. И очень, наверное, такой... процентов 5 вернула билеты, остальные перенеслись на следующий год. Поэтому мы подумали, что переносить еще раз, это уже, конечно, будет тяжеловато для всех. Поэтому мы решили провести, и, конечно, мы будем соблюдать все необходимые меры безопасности во всех аспектах. Сколько это возможно? Давайте, может, еще раз повторим, какие дистанции будут? Дистанция у нас, получается, детская дистанция километр, паралимпийская дистанция тоже километр, 5 километров, 10, 21 и полноценный марафон 42,2. Вот интересно, детская дистанция какого возраста? От какого до какого? Дети у нас участвуют от 6 до 13 лет. И также от 10 лет могут бежать семейный забег на дистанции 5 километров. По опыту прошлых лет дистанция пользуется популярностью у молодежи, у подростков? Раскуплена уже, один километр раскуплен. И, кстати, в этом году у нас уже 5 километров раскуплены. Да вы что? Ну, это говорит об успехе. Продажи, регистрации летят. Летят, это хорошо. Вообще, в принципе, марафон, он рассчитан на подготовленных спортсменов? Или любой желающий может принять участие? Ну, здесь, конечно же, зависит от дистанции, но в целом наше мероприятие спортивно-массовое. То есть мы нацелены вообще на всех людей, да, на просто вот даже тех, кто не бегал. И дистанция в 5 километров для таких людей вполне себе приемлема. Можно необязательно ее бежать, можно пройти, лимита времени хватит, чтобы пройти даже просто пешком. Вот, конечно же, дистанции уже 10, 21 и 42 – это более серьезные, особенно полумарафон и марафон. Поэтому стоит к ним готовиться, и там уже спортсмены все знают. Все-таки, если в первый год у нас были спортсмены, которые с дивана и 42, то в этом году уже такого не будет. Обеспечение безопасности на маршруте – тоже довольно-таки важный аспект. Немножко об этом расскажите. Да, у нас на маршруте будет… Маршрут разделен на отрезки, участки. На них будут курсировать наши веломаршалы, которые будут следить за тем, чтобы все у участников было хорошо. Если им будет какая-то необходимая помощь, они тут же будут реагировать. Также на каждых пунктах питания, которые у нас каждые 5 километров будут находиться, будут находиться парамедики, которые также могут взять первую помощь. И у нас будет 6 карет скорой помощи, которые опять-таки среагируют в случае надобности. Вот, поэтому процесс такой очень важный, и мы за ним стараемся прям хорошо следить. У нас на столе такая красивая атрибутика лежит. Скажите, это то, что будет входить в стартовый набор? Да. Здесь у нас в этом году очень красивый есть, что я, прям мерч. Он яркий. Согласно нашему вот пятому юбилейному полумарафону, у нас будет стартовый пакет, то есть сам рюкзак. В нем будет майка спортивная и козырек-кепка. То есть она всегда удобная для бегунов тем, что от солнца, а также впитывает пот, когда мы потеем. То есть очень она удобная. Вот. И очень красивые, конечно же, медали в этом году такие яркие. Медали для индивидуального дизайна каждый год, и медали вообще весь мерч. Ну расскажите об этом, кто занимается дизайном медалей. А это уже секрет, это все мы сами с нашим дизайнером. А такие медали получит каждый участник? Да. Каждый финишер, кто пересечет финишную линию, получит медаль. Вообще, если рассказать о фишках, о плюшках, наверное, для бегунов, то это, естественно, начиная от выдачи стартовых пакетов за три дня до старта. Вот таких вот красивых стартовых пакетов, да. Там помимо этого еще будут различные бонусы от партнеров наших. Также у нас трансфер до всех точек старта будет. Мы расписание публикуем попозже с центральной площади. После старта они бегут. На каждые пять километров находится пит-стоп с водой, затоником и бананой. Бананой и финики. Да, для подкрепления. И на финише, конечно же, ждет всех заветная прекрасная медаль. Каждого финишера она ждет. И провизия. Мы обычно даем вкусные апельсины и сладкую газировку. Да, ну и, конечно же, у нас есть призовой фонд для тех, кто побежит быстро на результат. Миллион рублей. И также призы от генерального партнера. От генерального партнера Samsung. Да, у нас будут призы на первые места. И от других партнеров события. Ну, такая красивая цифра. Миллион рублей. Кому она достанется? Делится, делится. Он на победителей, да. То есть в каждом забеге будет свой победитель? Получается, он делится на победителей в дистанции 42, 21 и 10. МЖ, первое, второе, третье место. Там, ну, по обыванию. По грейдам, скажем так. Как подготовиться к марафону? Нужна специальная подготовка? Ну, конечно же. Во-первых, наш клуб живет целый год. И мы проводим различные лектории. Каждую субботу мы бегаем. Всегда можно присоединиться. Открытые тренировки, где также можно их посещать и узнавать что-то новое. Знакомиться с ребятами. Находить тренировки, которые будут помогать тренироваться. Вот. Подготовка к 42 и 21 километров, ну, в принципе, вообще ко всем дистанциям, она обязательно. Но если, опять-таки, мы бежим на результат. Если мы бежим просто так для себя, то достаточно быть просто в хорошей физической форме, чтобы пробежать, допустим, 5 километров. То есть есть какая-то группа, которая постоянно бегает, и к которой можно любой желающий может присоединиться, да? Нужно следить в нашем инстаграме, run.dns.run, одноименно. У нас всегда там выходят наши анонсы, лектории, встречи. Каждый может туда вступить. И не надо бояться. У нас не спортсмены. У нас мы всем всегда рады. Очень много новичков. Добро пожаловать. Поэтому добро пожаловать. Вообще, если рассказывать про марафон, то это не просто спортивное соревнование. Это событие для города. Мы стараемся делать это праздником. Не зря мы каждый год в преддверии Дня Тигра устраиваем наше мероприятие. Это, как я уже повторюсь, объект событийного туризма. То есть просто туристы приезжают побегать со многих стран, с других городов. И поэтому, конечно, мы постараемся расширять географию, и чтобы это было весело и интересно не только для участников, но и для просто болельщиков, людей, которые просто пришли в этот день на площадь. То есть мы устраиваем шоу-программу, какие-то интерактивные площадки, можно поучаствовать где-то, фудкорт-зоны. В общем, стараемся сделать праздник. Ограничения по количеству участников нет. Правильно я понимаю? Нет, лимит участников у нас все-таки есть. Мы установили, да. Расскажите. Еще есть возможность зарегистрироваться, чтобы принять участие в «Марафоне», да? Конечно, да. Еще регистрация идет, но повторимся, что так как они не просто идут, а летят в регистрацию, то лучше поторопиться с решением. Просто на galaxymarathon.com можно найти всю информацию о проекте и зарегистрироваться. То есть регистрация не зависит от какой-то даты? Просто когда набирается определенное количество участников, регистрация автоматически прекращается? Да, у нас закрывается. Исчерпываются лимиты и закрываются. Так что поторопитесь. Помимо спортивной составляющей подготовки к «Марафону», нужно, конечно же, и проходить медицинское обследование. То есть выдача стартовых пакетов у нас будет производиться только при наличии медицинской справки. На все дистанции? На все дистанции абсолютно, и на километр, и на детей, и на 5, и на 10, на 21, на 42. Единственное, что, конечно же, на 5, и на 10 мы позволяем обычную справку от терапевта, где указано «здоров», но на 10 и на 21 должна быть специальная справка из диспенсера, либо там еще у нас в ряд клиник сейчас делают такие справки на основании ЭКГ, где уже будет написано, что допущен к дистанции 21, либо 42 километра. Участник «Марафона Гэлакси» он какой? Это обычный человек. Вот вы бегаете? Бегаю. А я участвую. Вы уже потенциальный участник. Либо участник уже, надеемся. В этом и суть марафона, в этом его, я скажу, фишка, что у нас участвуют абсолютно все, да, и дети, и мамы, и бизнесмены, и бабушки, и дедушки, то есть абсолютно каждый человек. На самом деле участник. Повторю как раз Олю, интересные такие истории рассказывают, например, молодые атлеты, которые бегут там, например, 42 километра, вот он бежит такой, его обгоняет бабуля, которая бежит 5 километров, он смотрит и думает, как ты меня обогнала бабуля, что это я такое, и начинает с ней уже наравне соревноваться. Это такая интересная такая история, когда выходят все возраста, выходят все статусы, вообще… И они все едины в этот момент, они просто бегут марафон, они просто, да, в своем стремлении добежать до финиша. Вообще марафон, конечно, это еще и тимбилдинг, у нас очень много участвуют корпоративных команд, и у них есть корпоративный зачел, а тоже можно выиграть кубок корпорации, у нас первое, второе, третье место за результат, поэтому мы всех призываем участвовать. Ну тогда давайте какую-нибудь напутственную информацию нашим бегунам. Вся информация о нашем марафоне на сайте galaxymarathon.com, то есть когда вы регистрируетесь и вы оставляете свою электронную почту, и вам потом приходят все анонсы, необходимые перед стартом, в том числе, где получить стартовый пакет. И социальная сеть run.dns.run. Так что до встречи на финише, друзья. Да, спасибо вам большое за эту интересную беседу, за то, что были сегодня с нами. Это было время говорить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин